всем привет всем приветик вышли на прогулку у нас вылазка идет за кефиром я сегодня хочу приготовить очень вкусные котлеты манку тоже надо купить очень вкусные котлетки с добавлением кефира на улице руки солнышко утром все было холодно сейчас выдвину вообще похолодало конечно резко от эти хочешь постоянно лето было на сегодня какое число 4 4 завтра 5 через шесть дней будет ровно год 10 сентября как мы приехали на юг уже коми ты читала мои лучше потолок потолок но этот как у называется сделать подвесной натяжной да допустим мы делаем по средствам по своим возможностям думаете нам бы не хотелось сделать такой потолок а там же в коммуналке зале у нас нет у нас там натяжной но нет а я подумал с дипсокартонный там как-то димка делал я не знаю очень красиво я думала что это натяжная натяжная сам был только в кухне мы в кухне и зале я думала понятно какие красиво щас приключу покажу вам какая красота ай ты мой сладкий ай ты мой сладкий даня дань скажи трактор трактор скажи трактор скажи трактор все таки какая красивая природа в краснодарском крае супер красиво красиво а вот это да вот это сейчас вертилишь как будто прайк аган но уже все это в начале летом было такое яркое начале лета что ты иду мне глаза слезятся надо капельку покатать я сегодня знаешь колбасу когда отрезала крестинки вот не такая у нас колбаса вот вообще не такая от раньше докторскую немножко сыночка ножку поставь раньше девочки помните когда с ссср у нас был какая у нас все таки была колбаса вкусная даже ливерка была вкусная как собачьей молодостью называли покупали кошкам да собакам ну и вообще она была вкусная не нравится мне нравится ливерка сейчас даже ливерка не такая покупала я не один раз до меня володя любит ливерку говорит студенчестве только и ели эту ливерку стоило 14 копеек килограмм наберем горит с пацанами и в общагу говорит принесем с хлебом чаем поели а сейчас покупаешь колбасу вот эту вот молочку в нашем это немножко другая была колбаса которая и она вообще безвкусная вот ну даже не пахнет она колбасой сколько видов этой колбасы по магазинам и вообще даже вот это наша колбаса что мы берем я тоже на не лучше нравится какая-то на безвкусная и рыба здесь копченая и ну красная очень дорога особенно в магазинах помнишь я тебе сказал как называется рыба а я не помню блин забыла как там килограмм 1700 риску вообще дорогущая так соскучилась я за былком так соскучилась постоянно практически там баллы да вот красная горбуша здесь тоже не такая надо кстати купить свежемороженое видела здесь на рынке продают и самим посолить попробовать незнакомые по зиме обещала выслать когда холода будут идите попроси или зима можно попросить смотрите какие сливы на улице красивые красивые вкусные красивые сейчас будет магазин мяса кстати арбузы тоже продают по 15 рублей килограмм арбузы дата они уже какие дешевые 15 рублей килограмм еще один магазинчик пенсионер смешанные товары комиссии Продолжение следует... Володя замазывает штукатурку, которую мы ободрали. Ага. Привет всем, кто переживает за наш ремонт. Ну, я не знаю, тут один слой, сильно толстая. Наложил один слой, сейчас немножко подсохнет. Потом разведу еще. Сын приехал, купил какую-то фигню ему дали в магазине. Там прочитали, даже я первый раз такое, что-то там не успел на нее посмотреть, она уже застыла. Ну, больше мы ей побоялись. Ну да, я даже ее не открывал. Поэтому он вчера поехал, гипс купил, гипсовая штукатурка. Понял. Вот, 25 килограмм. И вот потихонечку нанес сейчас один слой, немножечко это самое. Часик другое, потом нанесу второй. Ну и все. Сегодня окошко не открывали, но улица погода такая ужасная. Сейчас солнышко. Ну, сейчас солнышко тут скроется и опять, видишь, сегодня прохладно. Тогда уже будем, сейчас на погоду станет, окошко покрасим. Насчет стекол, вообще целая проблема. Оказывается, ну, девчонки помогли, спасибо им дали там ребята где-то, я не знаю, откуда они договорились, что приедут, померяют. Нам вылежут стекла, я потом вставлю. Ну, у нас, в общем, две равные. Ну, две равные пока. Ну, вот там будет имя. Я хотел сам просто порезать, а у них, они там метр девяносто на три метра лист здоровенный. Ударер такой, я не знаю, куда это. Так что, вот так вот. Нам просто его положить, не буду, чтобы разрезать. Ну, Лена говорит, не торопись, не надо, подсохнет. Хорошо, после Нового года еще второй слой. Да что ты! Лена, уже скорее бы переехать оттуда. Ну, от весны уже будет комната готова. Да, да, сейчас наговоримся. Ну, вот так. Ну, короче говоря, потихонечку дела движутся. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но вот так вот получается. Так получается, как получается. Да ничего страшного. Ну, все, всего хорошего вам всем. Все сделаем потихонку. Тоже начинайте ремонт, если кто-то не сделал. А у меня подделок тоже подпишется ремонт. Ну. Так что, не мы одни. Да, ремонт только вот, смотри, сейчас все есть. Кроме денег. Да, это еще деньги. Конечно, ну вы быстренько все раз-раз-раз-раз и все. Вот так, ну ладно, ничего страшного. Как говорится, в тесноте-то не вопейте. Что там? Потихонечку все сделаем. Потихонечку, потихонечку. Конечно. Главное, что крыша над головой есть. А остальное все будет. Мои хорошие, смотрите, какие я вкусняшки приготовила. Какие вкусняшки. На канале Домашняя Кухня СССР будет этот рецепт. Это такие мини-котлетки с одной ложкой фарша. Смотрите, какие получаются. Они сочные. Они вкусные. Они просто-просто оригинальные. Просто оригинальные. Обалдеть можно. Одна кружка фарша, между прочим. Одна кружка фарша. 250 миллилитров кружка. Вот такая вкуснятина у меня получилась. И это еще не все девочки-котлетки. У меня две таких в чтой порции. Вот из одной кружки фарша. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Пока-пока. Увидимся. Люблю вас. Удачи вам.